Салочка, ты должен поговорить на другом. Я должен поговорить на YouTube. Ты должен поговорить на русском. И добро пожаловать на наш звонок. Алёна, как ты? Слышишь сейчас? Я слышно, я записи включила. Всё, начинаем. Добро пожаловать на наш первый звонок. И мы уже начинаем. Одну минуточку, но, может быть, у кого-то есть вопросы для того, чтобы мы поиграли. И просят дать ссылку на русский звонок. В чате. Это кто может сказать? Всё, в чате на русский звонок. Всё, не просит. Алёна, ты меня слышишь? Алёна, слышно ли я? Я тебя слышу, но я не могу в английский чат дать ссылку на русский зум. Я только в русском зуме сижу. А кто может? Лена сейчас напишет, сама, наверное, или Рэйчел напишет. Ага. Ну, ещё идёт подготовительный момент, на самом деле. Много переводчиков. Много переводчиков. Добро пожаловать на своём «Жизнь лидов». Энди, это очень интересно, потому что я говорила в течение двух минут сама с собой. И этот класс об исследовании идей долга, я знаю, и, вероятно, вы слышали о том, что долг это или жизнь, как вы к этому думаете. И он о том, чтобы посмотреть на то, где мы убиваем себя, а на самом деле это не только в обязательной финансовой сфере. И я бы очень хотела, чтобы мы посмотрели на то, где мы блокируем себя, элементируем себя, ограничиваем. И используем смерть как объяснение того, что мы не создаем. И, естественно, очень многое значит наше детство и наша семья. И я поехала в Америку, поступила в колледж, в юности из России. И вся моя предыдущая практика в течение 10 лет медицинского сфера. Я была абсолютно традиционным доктором, врачом. Но я всегда искала другие пути, что еще возможно. Что еще мы можем создать, чтобы мы не делали. Это о том, что исследование энергии. И как ребенок, когда я была ребенком, у меня был такой опыт. И я знала, что есть что-то большее в этой реальности, чем то, что я видела, или то, что мне говорили. И это было что-то невероятное. И я знала, что любовь и благодарность, и она доступна, возможно, и это больше, чем я знала. И потом я стала уже по взрослому возрасте учителем Акаши. Потом я пришла в Аксесс. И все это позволило мне использовать эти инструменты и полностью изменить свою жизнь. Это про то, что можно исследовать, что там за пределами, что есть еще. Что еще шире, еще больше. И сегодня мы используем несколько Аксессовских инструментов, которые я использую каждый день. И один из них, конечно же, кому это поможет. И что правда, а что ложь. Где правда, где ложь. И сегодня мы сделаем с вами эксперимент. Пожалуйста, увидите себя на природе. Представьте, что вы на природе. Представьте себя на берегу океана или в лесу. И позвольте себе полностью расслабиться. Расслабиться в этой картинке. И почувствуйте, посмотрите, как чувствует себя ваше тело. Обратите внимание поднимание. И чувствует оно легкость, чувствует ли оно расширение. Как это для вас? И теперь пойдите, перенеситесь в тот момент в вашей жизни, когда кто-то набрал вам. И идите к этой лжи. Увидите, как вам врут, как вам говорят, рожь, обманывают вас. И почувствуйте, как ваше тело чувствует себя в этот момент. Или как вы чувствуете себя в этот момент, когда вам врут. Позвольте себе почувствовать, что легче. Что легче, а что тяжелее. И как это можно рассознавать ложь. Нам нужно, конечно, путь. Вы можете посмотреть, почитать, про клиент, на clearing.com. Но на самом деле я хотела сегодня поговорить о волшебстве. И о той магии, и об ограничениях, которые останавливают нас. Отличие вам, если вы выберете легкость, и если вы выберете эту легкость, вы сможете использовать ее всегда, каждый день. И, конечно, используя клиент, говорите очень-очень. Очень хорошо. Галь, сделай, пожалуйста, Ленин, звук потише. Она громче, чем ты, говорит. И вообще, конечно же, этот зон, это зон ваш. Я здесь не для того, чтобы говорить все время. А я готова вам дать фасилитацию. Везде, где вы позволяете другим людям выбирать за вас, вы не выбираете для себя. Согласны вы это разрушить, нас создать? Скажите, да. Галь, я вам дать фасилитацию. И везде, где вы позволяете другим опускать вас в те ситуации, которые вы не выбирали, согласны вы это раз создать и уничтожить. И есть еще один клиринг, который я очень люблю. Какое создание себя вы используете, чтобы выбирать другие выборы. Согласны ли вы это раз создать? Да, что вам дать, чтобы вам не нужно. Есть ли хоть какие-нибудь вопросы? Может быть, финансовые вопросы? Может быть, обязательства? Потому что долг, это не обязательно дело, это может быть долг перед родителями, долг перед государством, долг перед церковью, религией. Как много у вас зароков, обетов, клятвов, вещаний, которые вы имеете, и долгов, которые держат вас в этих долгах. И согласны вы это все рассоздать? А также долгов перед предками, которые осуждали вас. И позволили вам быть, ну, какими-то не такими, а вы выбрали это, и согласны вы это рассоздать? Сколько у вас приятлов, обетов, зароков, обещаний? А также точек зрения, определения, алгоритмов перед государством, людьми, сектами, которые вы выбирали. И согласны вы все это рассоздать? И вы можете задавать вопросы в чате. Или как-то по-притону. Вы можете поднять руку. И можете размьютить себя и задать вопрос прямо в чате. И кто достаточно смелый, пожалуйста. И готов поговорить о мире долгов. И у нас в чате благодарю. Я только что осознала, что тело чувствует, как тело чувствует, как там я и буду. И что заставляет вас думать, что вы находитесь в долгу? И согласны вы это рассоздать и не сможете. Или еще, есть ли еще какие-то коменты? И сколько лжи вы используете, чью ложь вы используете, что вы не можете выйти из долгов? Чья это ложь? И давайте это немножко изменим и повеселимся с этим. Согласны вы это рассоздать? Убеждение, что вы не можете выйти из долгов? И вам вот это поможет. Давайте посмотрим. Что же этот долг значит для вас? И у нас есть ли у вас? Да, да, да. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Что вы знаете об этом вообще? Что ты знаешь? И для меня это вопрос. this is the question, и согласна ты рассоздать все это? И кем ты являешься, когда ты вот так, что ты тогда? Кто это? Кто это? Это родители, пара родителей? Чего это? Да, постарай. Сам, 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 сама запутаю. Сколько определений, алгоритмов, точек зрения, ты имеешь теле, о деньгах, о себе, о существовании, о... из разных других источников, разных сущностей, разных реальностей. И согласна ты, все это рассоздать и уничтожить. что случалось миллионы раз когда что-то приходит из других жизни и из тысячи лет назад и откуда-то каким-то и приходит это откуда-то каким-то отдельным куском и потом становится твоим и люди которые мы должны например деньги они считают что они используют нас тогда сколько частей тебя сколько частей тебя был бы было в рабстве и ты выбрала это потому что ты потому что ты кому-то что-то отдала из и сколько сейчас частей тебя продолжает быть в рабстве и даже если этот человек уже давным-давно нет не живет на планете и а у тебя все еще есть все эти долги и обязательства клятвы обеты и зароки и согласно ты это завершить отпустить все это сколько раз ты была рабыни или рабом и выбирала это 15 15 50 и согласно ты отпустить их все дать им уйти а сколько раз ты была рабовладельцем и владела кем-то потому что это с двух сторон осознанности и позвольте этому и тогда когда ты была рабовладельцем и тогда когда ты была ради рабыни или рабовладельцем и согласно ли ты отпустить всех тех и также все вещи кораблей там скот и так далее который ты который ты которым ты владела и забирала и согласно ты все это завершить и и так же все 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 за руки клятвы обеты обещания точки зрения алгоритм определение ожидания все что все что там находится все это рассоздаем как сейчас чувствует себя твое тело а 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 и во всех временах а и а а а и а а внимание а а а Когда тебя убивали, не важно кто, включая правительство, церкви, королев и вообще кто бы это ни был, согласны ты все это пересоздать, вернуть себе все свое, завершить, отменить. И в чем ценность держать и хранить все эти боли в себе? Сочу, что ты, пожалуйста, все переживай. Ну-ка, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Хочешь от этого избавиться? Да. И везде, где ты была жертвой, насилованием, мук, и неважно по какой причине тебя мучили, пытали, насиливали, и везде, где ты делала это с другими, хочешь ли ты все это разрушить, создать, перетранслировать, переделать? Да. Как сейчас ты себя чувствуешь? Как сейчас? Как сейчас ты себя чувствуешь? Ага, it's easy, I'm not sure. Спасибо. Спасибо. И у нас есть вопрос от итальянского, с итальянской стороны. И она, Симона говорит, что долг – это всегда плохо, это всегда плохо чувствуется. Так, дальше идет итальянский язык. А что, если ты можешь подвигаться и сделать что-то, и сделать другой выбор? Поехали. Да. а а а а это не нужен английский а не итальянский пока речь идет на итальянском языке и сколько все тебя не хотят двигаться и создавать что-то новое сколько и и везде где ты решила что ты должна быть в долгах и не можешь ничего сдвинуть и не можешь делать никакие заявления хочешь позволить этому уйти и просто выбрать ну хотя бы кто-нибудь скажите да какую глупость ты используешь для создания это когда мы делаем себя совершенно неосознанными это называется глупостью сколько глупости ты используешь чтобы создавать необходимость обязанность делать себя глупой и ты выбираешь это с полной полностью выбираешь согласно это создать и уничтожить сколько глупости ты используешь чтобы создавать необходимость необходимость делать себя должной и ты просто выбираешь это с радостью согласна ты все это создать и уничтожить может быть мы можем поговорить с ней и у очень многих людей конечно же есть то же самое есть такие проблемы и есть много других людей кто хочет это выбор кто хочет поиграть с этим с долгами и у нас есть еще один вопрос а а а а а а а что ольга работала и ей не заплатили и ничего не происходит я хочу получить деньги назад и что ольга можно ли задать тебе вопрос сколько ты должна этим людям из других жизней из прошлых жизней потому что очень часто это люди не возвращают потому что это платеж из прошлых жизней очень что почему что мы начали от и Мы ходим по кругу, и это является причиной, почему мы не двигаемся вперед. Оля, а что, если бы ты могла создать гораздо больше, чем это? Оля, а также, что, если бы ты призвала все те долги, которые люди должны тебе? И все, что поднимается, согласна ли ты создать? Да. Что-то сделать таким реальным, определенным, единоважным по поводу застревания себя с одним долгом, который держит тебя, который препятствует тебе создать что-то большее. То есть вместо того, чтобы создавать большее, ты зависаешь в этом долге. И посмотри, сколько сил и мощи ты содержишь в себе. Возвращаясь все время туда и туда, обратно и обратно. Сколько там сил и сколько там мужчин? Мощность. Хочешь отпустить все долги, неважно, что это вообще? Да. Сколько ты хочешь отпустить? 50% или меньше? Я просто думаю о том. И процент увеличивается, во время я думаю. 80%. 80%. Здорово. И давай рассоздадим эти 80% и позовем к себе то, что люди должны тебе. Без всяких точек зрения. В любом случае, это вернется к тебе. Хочешь? Сколько лжей, чью ложь ты используешь, чтобы держать тебя в застрявшей? И сколько люди должны тебе и все, что мешает вернуться на этом и прекратить вот это застревание? Согласна? Согласна. Я согласна. Я готова. Я готова. Я готова. О, здорово. Когда слово «владеть» по-английски, это все то же самое, это оно очень похоже на слово «быть должным». И когда люди должны вам, они нам должны, и тогда они становятся нашими узниками, мы владеем ими. И наоборот, скорее, мы тоже становимся их заключенными. И все это в статичном таком состоянии, законсервированном состоянии. Сколько таких консервативностей у тебя есть заключений, да? Сколько у тебя заключений? И сколько из них ты создала? С долгами. Когда ты должна и тебе должны. И все. Согласна. И все это рассоздать. Чьи лжи, сколько лжи ты используешь, чтобы избегать, быть собой и отказываешься быть собой. И отказываешься от выбора, который бы ты могла выбрать. И все это тоже. Давай рассосдавим. Давай, что-то возьмем. Сколько заключений? Сколько заключений? Сколько заключений? Сколько определений, алгоритмов, заключений ты используешь, чтобы отодвигать себя? Чтобы не быть собой. И избегать. И избегать. И избегать. И избегать. И я сейчас прочту клиринг, который я люблю. Каким созданием жестокости по отношению к себе? И ты бываешь и используешь чужую реальность, реальность других людей. Согласна рассоздать все это? И сколько жестокости по отношению к себе ты используешь и создаешь? Какие жестокости по отношению к себе? Спасибо. Еще один вопрос? Еще один вопрос? Я думала, когда ты говоришь Рэйчел, то ты имеешь в виду свою дочку. Наша дочка тоже зовут Рэйчел. И как насчет, когда ты паникуешь и боишься, и твои деньги уходят куда-то? Спасибо. Спросите, что это значит для них? Страх. Что такое страх у нас? Очень много неясности, когда ничего не понятно. И очень много страха. Ну, страх это деструктивный имплант. И все сомнения, все страхи, которые есть у вас, о том, что деньги уходят, убегают. И это секретная повестка. И так же деструктивный имплант. И все, что держит это, хотите вы это рассоздать? Все эти повестки, все эти импланты. И давайте это сделаем сейчас. Потому что очень часто страх... И все другие, все деструктивные импланты имеют как бы работу. И эта работа заключается в том, чтобы останавливать нас от творения. А что если мы освободим себя от этих имплантов? Как много мы могли бы создать? И что там на этот вопрос приходит? Я не слышу. Пойдет сюда. И давайте все раз создадим все, что... И это вопрос вообще ко всем. Кем бы вы хотели быть? И кем бы вы вообще были без страха, если бы у вас не было страха? Вы можете написать это в чате. Кем бы вы были? Кем бы вы являлись, если бы у вас не было страха? И все, что мешает вам быть этим, согласны вы рассоздать? Ага, здорово. И сколько у вас есть имплантов по умышлению себя? И все, что... И все это давайте рассоздадим. Что за ложь? Чья ложь? И сколько ложи вы используете, чтобы избегать? Жизнь, основанную на деструктурных страхах. И вы выбираете это. И все это согласны вы создадим. И все это согласны вы создадим. И страх смерти, и основанные страхи на смерти. И все это согласны вы создадим. Страх смерти, под смертью, над смертью. И еще один. Какая ценность держать эти импланты, разрушительные импланты, деструктивные импланты для вас? Сколько раз вы, насколько вы отказываетесь быть прекрасным творцом? И согласны ли вы все это рассоздать? Что это? Что это? И в чате ответ без страха, больше расширения, по крайней мере, в эти 10 секунд. Какая ценность? Выбирать. Да, чистый страх – это деструктивный имплант. Ребекка отвечает. Ребекка, давайте ответьте. Это на самом деле страх или это восхищение, волнение? Может быть, это восхищение тобой, быть собой? Что там? Что там? А, ну, нету звука. Рэйчел, я не могу слышать. Я не слышу. Ага. Так лучше? Ага, раньше она назвала это страхом, а в будущем, возможно, она будет это чувствовать как волнение, как опыт, как расширение. И везде, где ты перепутала и не смогла идентифицировать. Можешь ли ты это, хочешь ли ты все это переделать? Потому что в реальности это чувствуется абсолютно одинаково. Что если ты посмотришь на это? Что это? И спросишь, что это на самом деле? Что мне делать с этим? Могу ли я изменить это? И если да, как я могу это изменить? Потому что в большинстве случаев мы даже не смотрим на это. Мы смотрим на что-то, особенно на ту мощь, которую мы имеем. И мы сразу же, даже не раздумывая, говорим, о боже, я боюсь, я испуган. Но на самом деле мы должны спросить, что это за энергия? Это энергия страха или энергия волнения, освещения? И везде, где мы это перепутали, рассоздадим. И еще у нас есть вопрос. Эпо. 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 Эпо means energy. Ага. Ага. Спейсенкомстанцы. Обязательно еще нужно добавлять, какие энергии, пространства, массажности и выбором я могу быть. Сейчас так говорят. И сейчас, да, немножко это выражение изменилось, то есть добавили еще выбор, энергия со знанием, осознанностью я могу быть и выбором, чтобы купить дом и чтобы деньги пришли с продажи квартиры или полученного кредита. А что, если ты не будешь определять, как должны прийти деньги? А вот. Сколько у тебя референсных сносок, заключений, определений, точек зрения? Есть по поводу того, как деньги должны приходить, как деньги должны зарабатываться, как ты должна жить, проживать свою жизнь. И эти точки зрения других людей, и это единственный вариант для тебя. Согласна ты все это рассоздать и уничтожить? Кому-то принадлежит, это твое или чье-то, чье это определение. Что-то. Хочешь отпустить это, избавиться от этого? И все, что не позволяет тебе получать, знать, быть. Согласна ты рассыскать? Ну что это, твое, чье-то, кого-то или чье-то? Кому это принадлежит? Я не знаю. Это правда на самом деле? Это правда? Нет, нет. Да или нет? Да или нет? Нет. Нет. И везде, где ты покупаешь суждения чужих людей и наказываешь себя за это, сколько создания жестокости ты используешь, чтобы для себя, сколько жестокости для себя ты используешь, используя чужие создания, чужие точки зрения. Согласно все это рассоздаю? Сколько глупостей ты используешь, чтобы покупать точки зрения суждения чужих людей и создавать для себя и находиться в долгу перед ними? И быть этим суждением, обсуждать себя. Согласны ли создать все это? Сколько глупостей, какую глупость ты используешь, чтобы покупать чужие суждения, чтобы стать, чтобы быть должной им? И из-за тех суждений, которые ты купила у них? И согласно рассоздать все это? А что, если ты не будешь покупать их суждения? И... 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 а что если ты не а что если ты будешь выбирать именно себя вместо того чтобы выбирать суждение на себе насколько хорошо ты знаешь кто ты и что ты о боже мой это замечательный вопрос который ты можешь задавать себе каким пространством сознать сознанием выбором я могу быть чтобы получать для себя себя и кто я и что я я могу быть и все что не позволяет этому и давайте опустим барьеры и позволим себе просто барьеры ниже 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 и почувствуйте кто вы делаем и просто обратите внимание на свое тело и обратите внимание на себя на свое я и где вы сейчас в теле или снаружи тела или тело внутри вас или вы больше тела нету неправильного не неправильного ответа просто почувствуйте и где бы вы не начинались или откуда бы вы не начали просто расширьтесь и посмотрите на тело которое внутри вас и посмотрите на те барьеры которые там есть если есть барьеры позвольте себе просто присутствует в своем теле и и просто спрашивайте тело тело что бы ты хотела мне дать о чем бы ты хотела дать мне знать чтобы ты хотела мне рассказать просто позвольте себе присутствовать в теле и получать и опять есть ли еще барьера остались ли еще барьеры опустите их опустите 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 расширьтесь расширьтесь или может быть на несколько километрах во всех абсолютно направления и продолжайте расширяться 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 10 километров но в этот же момент присутствуйте со своим телом чувствуйте свое тело изменилось ли тело как-то прямо сейчас и если какое-то течение или что-то такое в вашем вашей энергии и если что-то мешает вам давайте рассоздадим а теперь расширитесь на 100 километров и почувствуйте теперь не только свое тело но и людей которые находятся в этих 100 километрах почувствуйте растения не принимая на себя ничего просто почувствуйте что они есть на расстоянии 100 километров все что есть расширяемся еще продолжаем расширяться на тысячи километров 10 тысяч километров и сейчас будьте осознаны тоже обо всем что есть и осознайте свою мощность просто на свое пространство и сейчас расширьтесь до солнечной системы до размера и продолжайте дальше расширяться в космос расширяйтесь 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 до бесконечности и теперь почувствуйте какую власть мощностью вы обладаете какой силой вы обладаете и позвольте себе присутствовать в этой в этой мощи и позвольте себе присутствовать в этой и опускайте барьеры и опускайте барьеры барьеры могут быть на лимон постоянно вы просто опускайте и теперь перенесите внимание в ваше тело посмотрите как тело светит посмотрите на молекулы клеточки молекулы и посмотрите просит ли какая-то клеточка или искорка вашего внимания привлекает ли она есть ли что-то что не расширилось посмотрите если есть то расширьте расширьте до размера вселенной и еще раз обратите внимание на тело если что-то чтобы вы хотели бы привлечь больше легкости на что-то и увидите свет внутри тела и расширьте этот свет на так и 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 А теперь, кто вы, если вы владеете таким пространством, если вы являетесь таким пространством, кто вы сейчас? И вы можете сейчас напечатать в чате о ваших чувствах или поднять руку и сказать. Да, энергия и мощь, энергия и сила. Вот кто мы есть на самом деле. Но мы сжимаем себя до размеров физического тела. Если бы мы не сжимали себя, не уменьшали себя, сколько бы мы могли создавать? Мы бы могли позволить себе выйти из долгов, выйти из всех таких обязательств. А что если мы будем этим, этим, вот этим пространством, этим расширением? И все, что не позволяет нам быть этим, мы создаем ничего. Каким пространством осознанности выборов энергии я могла бы быть? Чтобы быть с тотальной легкостью, осознанностью, пространством, выбором энергии, творения. И все, что мешает, не позволяет нас создаем ничего. И мы не можем сказать, что мы не можем быть. Какой энергии, осознанности, пространством, сознанием и выбором энергии. Что я могу быть, чтобы создавать все с прекрасной легкостью. И все, что не позволяет, нас создаем. Как вы, ребята? Прекрасно. Значит, мы можем остановиться. Но, конечно же, мы не остановимся на этом. Потому что у нас еще три звонка. Если вы выберете... 20 часов по Москве. В Южной Америке. 12 часов в Центральной Америке. 12 часов в Центральной Америке. Вы можете выбрать, потому что это легко. И для Америки и Канады это 100%. Для России 80% стоимости. И письмо, которое вы получили, там все написано. И там есть сносочки для оплаты. И это нормально, если это будет только этот звонок. Но... И вы тогда получите запись этого звонка на YouTube. И вам пришлют его. И есть ли еще вопросы? Если есть вопросы, то обращайтесь к своим хостам и задавайте их. В Санкт-Петербурге. Я буду в Санкт-Петербурге с телесным классом. И с классом хронопокажа. Добро пожаловать. В Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге. Спасибо большое, Элен. Спасибо всем. И это просто подарок для вас. Приходите и выбирайте больше для себя. И вот ссылка на канал. Создание изобилия с легкостью. Всем спасибо огромное. Всем спасибо. До свидания. Добрый вечер. Я надеюсь, что меня хорошо слышно. Спасибо всем, кто пришел на этот Zoom. Я напоминаю, что еще будет три звонка у Лены. Информация у вас есть в письме. И я приглашаю вас в Петербурге на класс трехдневный телесный. И хроники Акаши базовые и продвинутые. Это будет 13, 14, 15. Это будет трехдневный телесный класс. И хроники Акаши это будет 18, 19 базовый и 20, 21 продвинутый. Спасибо всем огромное. На целом дире будет Санкт-Петербурге, да? Спасибо. 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 Спасибо.